Дом молодой, а проблемы начались. Вот какие, покажите. Ну, смотрите, у нас здесь пошёл грибок. Ой, правда зелёный. Периодически топят парковку. Дом на Лады Кицхавели 37 новый, да уже здесь многое бульём поросло. Жители рассказывают, честно пытались наладить работу с управляющей компанией «Жилкомразвитие», доставшейся по наследству от застройщика. Казалось бы, исправляя все недочёты по гарантии, но не тут-то было. Недоделки превращаются в проблемы жителей. Это лично моё мнение, что управляющая и застройщик – хорошие друзья. Они говорят, допустим, мы вот построили вам забор вот за такую-то сумму, будьте любезны. А председатель говорит, а вы предоставьте мне спецификацию, эти отчёты все. Что за что я должен платить? А они типа, ну извини, мол, нет у нас этого. Плати сколько сказали. Нет никакой прозрачности в отчётах вообще. Сколько мы не пытались выйти с инициативой какой-то, да, в интересах жильцов, она просто не рассматривается, либо сводится на нет. Самое смешное, по словам управляющих, за два года новая многоэтажка не накопила якобы вообще никаких денег на текущие нужды. Зато претензий владельцы квартир накопили массу. И мусор, и крысы, и другие нерешённые проблемы. Люди начали процесс смены управляющей компании. А те, в свою очередь, начали мотать нервы жителям. И даже консьержки, рассказывают собственники. Выгнала консьержи и говорит, всё, с вами расторгается договор, вы уволите. То есть она мне позвонила в слезах. А я ещё оставил вот здесь вот сумку. Дверь мы вскрыть не можем сами. Виктор от меня, в кавычках директор, не берёт трубку. Мы в полицию поехали, приехали полицейские, позвонили Виктору. Через 20 минут приехал его сотрудник, открыл дверь. Мы пытались поговорить с руководством управляющей компании, но рассказывать свою версию отношений с домом на камеру в офисе жилком развития не захотели. А наши архивы полны истории о том, как люди с боем уходили от своих управляющих. Вот два года назад мы рассказывали, как в Черёмушках люди голосовали против компании «Базис». И те возвращались даже в новом обличии. Вот история, как жители многоэтажки на Ленина сначала требовали от управляющей компании переделать плохой ремонт, а потом поняли, что проще поменять самого управляющего. Жители тогда даже возвращали свои накопления через суды. К слову, управляющая компания многоэтажки на Кицхавеле подозревают её жители. Против председателя совета дома инициатора смены компании тоже организовала суд. Точнее, не управляющая компания, а она на Усикало нежилые. У меня есть этот документ, я вам передам. На Усикало нежилые, что подайте в суд на Романа. Якобы это подделка подписи. Постоянно нас стравливают с нежилыми помещениями. То есть, жилое и нежилое, чтобы всегда мы между собой враждовали, и у нас порядка не было. Правда, в этом нет никакого смысла, уверен общественник Роман Казаков. Если жители собрали к ворум, суд разве что время потянуть. Законодатели, зная о том, как часто управляющие компании ставят палки в колеса воли жителей и сами попадаются на подделки протоколов, в этом году ввели дополнительные гарантии для людей. Если жители приняли решение о смене управляющей организации, то такое решение нельзя изменить в течение года. Бывало, что управляющие компании не совсем понимали, в каком временном потреске они находятся. Пытались людей запугивать в физической расправе и разным прочим. Для того, чтобы отменить общее собрание в суде, необходимо доказать грубые нарушения, которые были при проведении собрания. Сменить управляющую компанию сейчас стало проще, уверен общественник в серии ЖКХ. Во-первых, и самих компаний большой выбор. А во-вторых, очень многие понимают, что дом – это прежде всего их имущество. И не готовы доверять его, кому попало. Жители дома на Ладо-Кицхавеле собираются довести свой спорт до конца. Новую компанию для управления они уже выбрали. Анна Гейнс и Никита Сигай. Новости Прима.